Орут с Лидона, блядь, что там интересно, ржака какая? Да, сука, третий раз уже смотреть, блядь. Его я себе гоголь. Что вы знаете о своём психическом здоровье? Понятие весьма относительное. И иногда оно относится... Бля, ебать, если это топ-лис 2.0, я не хочу это смотреть, потому что меня сейчас загрузят опять, нахуй. Глубочайший пизд. Помните момент из прошлого видеоролика, где я показал, как построил версию своей квартиры в Майнкрафте? Так я её действительно полностью воссоздал. Только вот мне никак не давало покоя то, что это всё выглядит уж очень нереалистично. Да, отдалённо напоминаю, но куда это годится? Вот вы видите этот стол? Какой громоздкий и непропорциональный по сравнению с оригиналом. Такое просто кужом на смех. Хотя я прикинул, если взять средний рост человека, который играет в Майнкрафт, а именно метр сорок, и конвертировать его в модель к игрокам, то эта копия как минимум в два раза больше оригинала. Но вы же понимаете, что... На этом я не остановился. Так ебать, а будет годно, наверное. И начал строить более крупную версию жилища, в которой уже пропорции смотрелись получше. Бля, вот эти проходки. Подобрать весьма похожий паттерн прекрасных обоев и визуализировать просто и на диване. Эта недоделанная версия уже вполне неплохо напоминала комнату из реальной жизни. А если вам любопытно узнать, в каком масштабе она исполнена, то взяв за точку отсчёта стул, который по высоте в реале составляет 75 сантиметров, можно обнаружить, что мы имеем дело с комнатой, которая почти в 7 раз больше оригинал. Но, знаете, мы живём всего один раз, и лично я верю в то, что жизнь дана человеку именно для того, чтобы испытывать и заходить за пределы интеллектуальных и физических возможностей, которые при рождении задала нам природа. Ведь, постигая духовную гармонию, мы способны на гораздо более великие... Здорово, мужики, Дрейк, здорово, здорово! ...себе вообразить. Бля, и футболка охуенная. Вы представить себе не можете, в чём люди умудряются найти утешение и покои. Воссоздание своего жилья в мане – это ещё далеко не самый пошлый и странный способ. Для себя я обнаружил, что ставить губы, воссоздавая действительность – это глубоко медитативный процесс, открывающий новые способности. Много информации! для работы был выбран крайне серьезный подход хорошо что под рукой оказать что-то майнкрафт захотелось пацаны реально и современные технологии я закрепил соответствие двух сантиметров из реальной жизни к одному блоку из майнкрафта такая условность позволила эффективнее всего воспроизводить деликат не но я час не пойду почти минимальные погрешности в пропорциях а это очень важный момент потому что если вы до сих пор не поняли моей главной задачей было максимально реалистичное воспроизведение для того чтобы сделать самый интересный рум-тур в вашей жизни бля ебать охуенно вы ориентировались в размерах эта версия больше условные настоящие в 35 раз если мои подсчеты верны а если считать в блоках то не учитывая выходящее наружу окно в ширину комната тянется на сто пятьдесят четыре блока в высоту на 120 а в длину на двести шестьдесят семь то есть объем комнаты составляет 4 миллиона девятьсот тридцать находясь реально квартирный вопрос за блок когда утеплитель и ставить не будет на члене потому что красота всегда заключается в мелочах поэтому давайте все-таки моем члене сейчас уже начну все показывать только вот у меня будет одна небольшая просьба вы все-таки у меня в гостях находитесь не будем лукавить мы все знаем о том что человеке они бедные и получаю с каждой рекламной интеграции по несколько тысяч долларов так ну-ка блять чё там нахуй за интеграция я ничего так что попрошу отнестись к этому с пониманием и хотя бы не давиться завистью смотря на моего роскошное жилье зависть это очень плохое и непродуктивное чувство ну что же давайте начнем со стены не знаю какому имбецилу из тех кто жил в этой квартире до меня пришло в голову вбивать гвозди в стену с обоями но этот человек однозначно гений потому что это оказался один из самых эффективных способов модернизировать незанятое вертикальное пространство здесь у меня в основном как вы поняли музыкальные инструменты пять штук висит как видите вот гитара укулеле шами сен треугольник и глюкофон из них всех лучше всего у меня выходит играть я лучше лучше интеграции в лете который я видел вообще здесь вот слева детально проработанная игрушках от сони мику и хлопушка для дублей впечатляет не правда ли хлопушку кстати мне когда-то девочка из сша прислала по почте не знаю зачем но наебал ее конкретно еще от нее у меня на средней полке оскар стоит спасибо спасибо большое как приятно как вы могли заметить зеркало здесь тоже присутствует и я вам еще не давал понять насколько все серьезно но в том что этот мир майнкрафте связан с реальным поэтому я отображаюсь в зеркалах в обоих вселенной но это еще не все точка спавна находится на полу рядом с тачками вы сюда зайдете впервые скорее всего появитесь именно вот здесь и тут пора раскрыть что этот мир является не просто арт-объект в нем продуман геймплей то есть я могу в режиме выживания например залезть на кондиционер и не просто залезть в майнкрафте суть в том что все элементы и ходы которые есть в виртуальном мире отображаются их настоящее и вот если начну спускаться обратно вниз по этой лестнице то я буду наблюдать это и у себя в квартире вы все правильно поняли барьер который ограждал реальный это гениально разрушен это нахуй гениально бля не могу себе что меня же он не буду оценивать трек блять и зрение имплейная система ходов которую я придумал выглядит так вот видите здесь вот размером всего два сантиметра но майнкрафт дает возможность с помощью люков долбануть вашего куба голову по макушке тем самым вдавливая его в пол и давая возможность пропасть это же анимации в один дубль да ну и начал конечно это показывать но у меня внутри кондиционера находятся тараканы задолбали поселяться в труднодоступных местах ребята если кто-то знает хороший метод договориться с ними или другим дипломатическим путем решить вопрос тараканов чтобы не покинули на торги и кишки жилье в коменты я уже заебался если честно также по квартире были расставлены и вот такие сундуки из ногти брата не здесь конечно а в потаенных местах куда я еще поклал книги в которых объясняю свои переживания и оставляю там другие интересные предметы вот если кто не знал в новой версии майнкрафта появился самый ценный материал мазерит его это же раскидал по сундукам ну остальные я светить конечно же не буду некоторые вещи лучше держать в тайне ох видели вы мою историю на порнхабе но давайте однако вернем блять пацаны блять но это же понятно для чего такие ногти это не для гитара для для зубов так приятнее блять их откусывать им все крум тур не белым под кондиционером висит саня старый друг мой прикиньте полтора года уже в армии отсидел и вот сегодня 7 апреля у него будет деньги несмотря на огромный масштаб вот эта рамка для фото заняла всего 11 на 8 блоков из-за чего пришлось прибегнуть и к довольно абстрактному пиксель арту но давайте будем честными вы в любом случае разницу не заберете а тем более если немного отойти назад но даже и мысли не возникнет что это майнкрафта не настоящая фотография а слева от сани я повесил смокинг из прошлого видеоролика не буду озвучивать сколько он стоит потому что мне кажется вам станет очень неудобно таких чисел стоит наверное показать вам диваны вот один вот второй но сплю я обычно все равно на полу попрошу заметить что рисунки простыней хоть в одном из них сделаны с определенными погрешностями но в основном также полностью соответствуют замерам как и все остальные предметы и если вы думаете что они обделаны только извне то вы глубоко ошибаетесь я в том числе и залазил под них для того чтобы все соответствовало действительности признаться честно клопы конечно достали прикиньте казино внутри каркаса устроили я сам азарт вообще не одобряю и если ваши знакомые делают ставки на спорт или любят рулетку играть и вы шлите таких мудаков подальше от себя добра от них точно не дождетесь научно доказано что любители ставок и копро фетишисты это две социальные группы которые пересекаются на 99,9 процента я блин когда на полу сплю вот здесь слышу по ночам как эти придурки рядом крутят свою при на тени всякую ставочки делать бывает очень сложно уснуть временами рядом с диваном ну как вам сказать охуя на мне недавно бросила девушка я не долго думал женщины можете не писать вы мне на самом деле не встрались если честно а это моя новая жена получается няшечка светлана чан она меня очень сильно любит и убирается в хате смотрите чё то мать ты бросаешь ща я прикручу бля это сяомовский нахуй пылесос его бля вообще чего угодно можно свою озвучку туда загрузить и он при ударах реально будет блять заебал типа или что-то типа чем матом ругается там у них еще есть какая-то стиральная машинка блять такая же типа то ли не у сяоми у каких-то других чуваков туда тоже озвучка типа уебок блять Собственно вот еще беговая дорожка по которой прекрасно видно каким образом в майнкрафте можно реализовать диагональные и косые формы Но он 35 кусков франц стоит. Вообще, она эксплуатируется довольно часто. Я со спортом всегда был на «ты», потому что он наполняет мою жизненностью. Разъебился. На этом диване вы уже видели все мои мягкие игрушки, подушки. Бля, подушка у меня такая же есть в шкафу лежит. Сиськи охуительные вообще. На этом диване вы уже видели все мои мягкие игрушки, подушки, а также батон и кирпич. Ну и, конечно же, самое громадное... А нахуя там кирпич, блядь? Если вы понимаете, что он обустроен только снаружи, для виду, то в который раз допускаете... Чел, реальный кирпич, блядь. Вот, например, центральный шкаф с медикаментами, который... Опа... Обделан по полной. Но, опять же говоря о геймплейной составляющей. Здесь вот можно с самого пола забраться на шкаф и... Блин, а свет включить? Та опять тарики, ёб же ж твою мать. Ну да, получается, в этом шкафу у меня тоже поселились тараканы. Прикиньте, какие мрази, настроили себе тут деревни целые. Меня, по правде, такое крайне не устраивает, но приходится с этим жить. В принципе, из интересного это почти всё. Могу вот ещё мусорку показать. Умная, бля, да? Да, забудьте. На оставшихся открытых полках лежит ещё моя любимая литература и чуть ниже кактусы вместе с коробочкой воспоминаний. В ней вот я храню, уууу, свою ленту выпускных 2015. У меня не было выпускного. Да. Да, но это каждая лента есть. Дядь, блядь, у меня не было выпускного. Я пошёл просто бухать после него и всё. Ты, блядь, лента чего не получил. И нрыгал ещё, блядь, на себя. Всё. Бать ты за шкварок. В смысле? Я очень много блюю, кстати, пиздец. Не знаю, как так выходит. На себя? Да нет, просто я такой думаю. Так, сегодня я нажрусь нормально, блядь. Я контролирую себя. Бам, нахуй. Уже, блядь, не понимаю, что происходит. Я уже, кстати, я уже не пью полгода, прикиньте, блядь, вообще. Ну, пиво не считается. Ну, не будем ворошить прошлое. Я такое обычно выкладываю в Инстаграм. А здесь лучше вам покажу свои любимые кактусы. Кекс и укроп. Не забудьте ещё раз оценить прекрасную муху. Почему считается, блядь, пацаны? Пиво это просто так, чисто чульнуть, расслабиться. Пиво это для души. Пиво это для меня. Это для меня. Ну, такое, знаете, хорошее пиво, там, рублей за сто хотя бы. Потому что, блядь, вот это вот джигули ипо, это, конечно, блядь, не ко мне, пацаны. Это больше как в бате, наверное. Это не расслабиться, это, блядь, сидел и такой ходить, блядь, весь синий, нахуй, зелёный, блядь. Не быть объективным, вам тут, ну, как бы, нет восемнадцати, поэтому давайте прямо скажем. Чисто растишку въебал и заебись стало на душе. Это как, знаете, купить иммунели, потому что в рекламе хуйню для иммунитета, пиздят. Вот ты, как бы, покупаешь её, блядь, пьёшь и такой. О, ну, сегодня, блядь, у меня иммунитет охуенный будет, блядь. А на деле это залупа йогурта, блядь, остатки, нахуй. Поэтому, как бы, ну, такое, блядь, пацаны. А я к чему сейчас это спизданул? Неважно, 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 главное, я это сказал. Оу, поверьте, я более чем осознаю своё состояние. Только вот люди не всегда могут так легко этому противиться. Иногда всё даже хуже, чем вы думаете. Тысяча и один день, Наталья пишет, прийти, что, блядь? Без секса. Наталья от Сосона, от Сос... блядь, от Сос... блядь. Наталья от Соснова, блядь, тысяча и один день без классического и анального секса. Но, блядь, чисто хочу это почитать, что там тёлка пишет, блядь. Даже хуже, чем вы думаете. Ну, в общем, так мы и вернулись к двери. На чём, собственно, рум-туры заканчиваются. Потому что, во-первых, постройка этого и так заняла две недели. А во-вторых, я, признаться честно, живу не один, а с мамой. Мам, я видео доснял почти. Да когда ты съедешь уже, что-то там, моё? Блин, я так рад, что у нас хорошие отношения сложились. Всегда можно услышать поддержку и получить настоящую заботу. А я вот смотрю вокруг и думаю, тут ведь за последние три года такое происходило. Вы даже представить себе не можете. Да не могу. На одних стенах литра три, засохшись. Ну и что же, хочу сказать, что приглашаю вас всех к себе в гости. Ну, в смысле, я залью этот мир, а также предыдущие с более мелкими копиями, в свою телегу. Ссылка на неё будет чуть выше ссылки в инстаграм, в которой я недавно выложил свою дешевую фотографию. Да нет, пацаны, это нет. Когда я отдыхал в Крыму и по мне сохли все тела. Это не так уж и важно, потому что скачав эти миры и засунув их себе в папку с сейвами, вам выпадет возможность реально посетить и собственноручно пощупать всё то, что я показал в данном видеоролике. Для этого достаточно будет в лаунчере, у меня лицензия, кстати, включить отображение. Да, у меня тоже, кстати, такая лицензия. Блин, ну прикольно, слушайте, прикольно, молодец. Мне нравится, чисто почирил сейчас под видос, но я хочу больше поржакать, нежели...